Лилия, добрый день! И с вашей помощью я начал новый цикл. Это перевод на разговорный язык моих статей. Собираюсь несколько десятков создать в фильмах. Потому что кто там плохо видит, кто-то плохо слышит. Это для них. Продолжается. Будет, вот мы как поговорили сейчас с Алексеем Юрьевичем. Нам нужно сейчас, который знает всех. Я думал, я один всех знаю. По концу, он знает, чем лучше меня, чем живьем. Мы будем рассказывать о всех выдающихся людях. Не о всех, а тех, кого он знает. Знаете, как был случай, вряд ли они меня смотрят. По голосу это было два очень пожилых человека. Мужчина и женщина. Они мне просто позвонили. И в разговоре они говорят, а вы Чернышова знаете? Я говорю, Чернышова мой друг. У меня же есть глава в книге, посвященная ему. А этого, знаете, Байкал? Я говорю, знаю. Тоже он знаком с ним. А Вигарова знаете? Я говорю, знаю. И там смотрю, кто-то из них заплакал. Что я помню. Что хоть кто-то помнит. И кто-то из них аж прослезился, заплакал. Представляете? И тогда я понял. Теряем наследие. Именно теряем. Даже сады это само собой теряем. Говорят, в Игоровской сад потеряли. Но. Людей хотя бы. Как личности. Чтобы что-то от них осталось. Потому что. Они это заслужили. А сколько вокруг меня было добрых десяток. Я их как бы это, боготворил. А их уже нет никого. Никого. Бодрый последний. Из тех. Я их называю великими. Был. Савиногорский феномен. Был. Была майна. Пусть не в каждом. Но пусть сиресаторов. Когда абрикосы плодоносили. Майна становилась оранжевого цвета. А потом пришла. Средство массовой информации. И сказали. Неправильное у вас дерево. Садоводы. На моих глазах. Все соседи по хутору. Извечили дерево. За злобой. Вечили. Пилили. Майна то же самое. Когда им начали ко мне. Константинович. Выручаю. У меня дерево гибнуть. Клей. Вот я только один пример. Я не могу остановиться почему-то. Может быть еще минутку. Кому-то спасем дерево. Смотрите. Клей клеилов. В инструкции написано. Мажьте на дерево или там на что-то прокладку. Прямо так и пишут. Майна. Три сада уничтожены. Один из моих саженцев. Константинович приезжает. Мы стоим в десяток деревьев. Роскошнейших. Им там 3-5 лет. Молодые. Все еще такие зеленые. Вот. Он стоит рядом. Метр вот так все замазано. Вот так вот этим клеем. И он не знает почему у него дерево гибнет. А потом сосед прибегает. И у меня. И третий. И у меня. Три сада погубили. Только потому. Что кому-то подлому человеку нужно было написать. Что защищать. Одному первому. Что это защита от мышей. Тараканов. И муравьев. А муравьи стали давно зрячими врагами. Вот этих самых людей. То есть. Муравьи это главные помощники. Из них превратили этих. И люди начали. А если взять вот то что я видел. А не только я видел. А фотографии мне присылали. А что такое черненькое. А это клей. Так вы что не поняли почему осаженец погиб. Нет. И так. Я это умножил на миллион. Получается. Да что ж такое то. Только того что кому-то нужно продать этот клей. Придумали. А кто-то не имеет понятия. Что муравей главный защитник сада. У нас пчела и муравей. Все остальное тоже. Сегодня по телевизору показали. Знаете что. Вы еще не отключились. Так слушайте еще минутку. Сегодня показали как эти самые. Осы жрут эту. Самую. Клю. Их прямо аж шкрут стоит. О сожрут плю. Я бы не знал. Это я каждый день чего-то учусь. Но я не знал что сожрут плю. Я еще больше уважать буду. У меня же осиное гнездо. В этом. Прямо в шкафу. Мне сколько говорили. Уничтешь ее. Караул. Ну женщины. Три года я на него любуюсь. И говорю. Не будем мы это удалять. У этой. Гнездо этих. Этих самых. Ос. Потом спрашивал детей. Кого-нибудь хоть раз укусил. Никого не разу. Кю-ку. 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 Разговорился. Так. Кю-ку. Последнее пичо. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Так, спасибо, спасибо Персик можно Закладную цифрикацию Это уже Чуть ли не опоздали, давно пора Спасибо за вебинар Спасибо за диалог В прошлом году взошли Два серых ФМС, оба были мертвые Сажал на холм, почему погибли, снега не было Мороза тоже Если бы я видел Если бы я мог выдернуть Его обследовать, мертвые Или еще раньше, пока Он же не сразу Не сразу был мертвый Вот Серафимы, они, я осудил их Знаете как, у них Когда много влаги У них Не выдерживают Плоды, они лопаются Трескаются, фактически портятся И тогда я, только до меня дошло Остали им хоть бы хны Что именно Серафим Больше всего боится влаги Так-то попробуй Определи А по этим По плодам сразу видно Раз плод лопнул, значит все Избыток влаги А плод-то для чего Дерево Продвить рот Значит что-то не то Значит уже по этому Окончанию видно, что Начало такое, что дерево И он боится Боится излишей влаги Ну если вспомнить, что Выборг это И надо, чтобы умудриться Именно Серафим Самый Боязный Вот Если считать, что Выборги считается Повышенная влажность То То, то, то Ну и потом Вы еще дописали Посажены под колиной Так, я не думаю Что они под колиной Как бы сказать-то Антагонисты Нет Другое дело Что колина могла Их защитить от солнца В плохом смысле Защитить Вот Коран не вызвала к зиме Но если вы садили вовремя У вас лета длиннее Вас должна была вызвать Вот Или если уж совсем Уже совсем Одни тучи 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 Тогда может и не вызвать Так Люжи Затоглазка Но мне как-то Из-за своей жизни Ни разу Вот Эти бывали Огромные Массовые Миллионноразовые Вылеты Именно Божья корова Да Причем совершенно Непредсказуемо Раз И все Божья корова Все Вот А Затоглазка Я даже не знаю Как она выглядит То есть На картинке Видел А в жизни Нет Я знаю, что она жрет О, как жрет Но это в теории А может ее в Сибири нету Ну я все знать не могу Осенью меньше азота Влаги больше калия Это видимо Надо добавить Меньше азота А больше калия Да, влаги Наверное Выворги Влаги было излишне Так Ну что Все, наверное Тут новое сообщение 35 Но мне кажется Что Если нажать Неужели Если нажму Еще нам придется 35 писем Отвечать Давайте нажму У меня каждый раз Вот так А может ничего не будет Нажал Ничего не случилось Да Ну все, друзья Давайте пока Эти 35 Не вылезло Невзоров пишет Ну и Невзоров Я уважаю Так что давайте Смотреть Что он там пишет А личинка Стреканы Не, я имею ввиду Что Живьем Я ни разу не видел Один Раз я Такое событие было Я с Украиной Родом Там эти Когда летают Эти жуки Майские жуки Он как Даст в лоб А не дай бог Глаз Их так много Что нельзя По улицам пройти Как будто Пули летят У себя В Сибири Я один раз Как он попал К нам Если за всю жизнь 36 лет Один раз Увидел Майского жука Живьем Сфотографировал И один раз Личинку И та Личинка Была В теплице Где помер Рошли Хитрая Как-то Вроде и нет И нажать Но Один Прилетел Странно Вот Так Лугасу Пишет Я Я не спешу Я могу Еще Поддохнуть А кто-то Может уже И выйти Из игры Так Личинка Божьей коровки Да Правильно Я не только Сейчас упомянул Знаете Это такая зараза То их нет То их миллионы Все Прекращаем разговор Антон Валерьевич Спасибо за Техническую поддержку Вот Знаю Кому теперь дела сдавать Напоминаю Если что По понедельникам Вебинары Все Куда вы денетесь Теперь в подобной лодке С вашим Авторитетом Чего стоит Только ваш Это спор По этому По поводу Авторификации До свидания Друзья Спокойной ночи До понедельника А На каталог Семен нажмите На каталог Семенков Тоже нажмите Семенков Еще сотни Полторы есть Успевайте А весной Чем будет Чем будет весной Хочу Хочу А их не будет Или начнут Просыпаться Прямо у меня Прямо у меня Прямо у меня Продолжение следует...